Ребят, всем привет! В этом ролике постараюсь кратко объяснить вам простую и рабочую схему сжигания жира, как производится корректировка питания, почему корректировка питания у всех типов людей по сути дела производится одинаково и что в этой системе может быть индивидуального и есть ли там вообще какая-то индивидуальность. Я хочу привести пример разных людей с разной степенью ожирения, с разными типами питания, вот здесь и сейчас, да, то есть настоящий момент и как производится корректировка и показать вам, что в принципе корректировка происходит по одним и тем же схемам абсолютно. Я сам потерял больше чем 35 килограммов, ну примерно 35 килограммов-то и было в сумме лишнего веса, помог многим своим подписчикам в достижении результата, чьи фото вы можете увидеть на странице с моими полноценными тренировочными курсами и у меня есть некоторый опыт вот этой вот поэтапной корректировки питания, этой схемы, да, которая помогла людям с абсолютно разным типом сложения, с абсолютно разным питанием, но корректировка по одной схеме привела их к одному и тому же результату, да, то есть результату снижения веса. Итак, вот у нас есть три типа людей, у одного 40% жира, у второго 30% и у последнего 15%. Все они хотят похудеть. Понятно, что, ну я здесь так условно отобразил, да, что план питания у них прям разный. Понятно, что человек, у которого 15% жира, он скорее всего питается более правильно, чем человек, у которого 40% жира при прочих равных. И как производится корректировка? Корректировка производится у всех одинаково. Единственное различие, да, в том, что у человека, у которого здесь вот такой вот план питания и 40% жира, у него просто этапов корректировки будет больше, но принципы абсолютно одни и те же. То есть начинаем мы с чего? Начинаем мы с убирания сладостей, да. Мы сразу не бросаемся в омут с головой. Нельзя взять вот этот рацион питания 40% парня, ну, по моему мнению, и резко превратить в рацион питания вот этого 15% парня. Иначе парень 40% он просто сойдет с ума. В одном из последующих роликов, а может быть в следующем, я расскажу, покажу наглядно, как происходит, грубо говоря, как происходит насыщение организма, почему люди переедают, почему одни могут без сладкого, другие не могут, да, что заставляет нас переедать и так далее. Постараюсь красненький ролик только снять и на примере показать. Но вот сейчас, если кратко объяснить, то мы не можем просто взять рацион вот лютого не-ппшника и превратить его в конкретного ппшника. Это сильный психологический удар и выдержать, ну, вот такую диету. Ну, кто-то выдержит, человек с сильной волей. А большинство, конечно, ребят сорвутся и как бы там не набрать больше, чем было до этого. Поэтому корректировки, по моему мнению, это как раз то, что описано в моих полноценных тренировочных курсах, они происходят поэтапно. То есть сначала мы начинаем потихонечку убирать сладости, убирать или сокращать тот сахар, который, те сахаросодержащие продукты, которые есть у нас в рационе. Вот здесь мы берем сладости, убираем. Дальше, через какое-то время, там, условно, через неделю, мы вот здесь убираем полностью сладости или часть их. И вот здесь вот можно вот эти сладости как раз-таки заменять на какие-то продукты, типа вот творог или протеин, да, предположим. Мы вот сюда вот вставляем. То есть мы либо убираем, либо заменяем на какие-то более полезные продукты. Опять же, здесь сладкую воду убрали, да, и заменили там, скажем, на творог, да. Ну, это может быть кефир, это может быть какой-то не сладкий йогурт или йогурт на основе сахарозаменителя, да, без углеводов, либо с очень низким содержанием углеводов. И вот таким вот образом постепенно, постепенно мы убираем сладкое и заменяем на какие-то полезные продукты. Здесь, в принципе, то же самое, да. То есть здесь просто у нас корректировок чуть побольше, здесь у нас корректировок чуть поменьше. Здесь сладости мы заменяем тоже там на, сейчас дубликат слоем, мы заменяем на протеин, либо какой-то другой полезный там, скажем, белковый продукт, да, и выстраиваем свой рацион вот примерно таким образом. И в итоге постепенно мы заменяем и другие продукты, да, то есть гамбургеры мы заменяем, например, на гречку, да, там, да. Здесь гамбургеры убираем, да, у нас здесь гречка с мясом. То есть более вредные условно продукты, хотя гамбургеры, конечно, я тоже ем гамбургеры иногда, но это происходит у меня достаточно редко, может быть, раз в неделю, там, раз в две недели. Вот, то есть в этом ничего плохого нет. Вы можете периодически есть какие-то продукты типа там фастфуда и прочего. Просто не нужно делать это на постоянной основе, да, чтобы это не было частью вашего постоянного рациона. И таким образом постепенно и поэтапно мы убираем, заменяем вредные продукты на более полезные и в этом случае, где у нас 40%, и в этом случае, где у нас 30%, пока мы не добираемся до вот рациона примерно вот этого 15%-ника, грубо говоря, где у нас вот бутерброды там на овсянку заменяются и так далее. И затем, что у нас происходит? То есть у нас здесь уже там супер правильный рацион, да, то есть мы едим овсянку, мы едим яйца, гречку, творог, макароны из твердых сортов, пшеницу, но мы хотим похудеть еще, снизить там жировую подслойку, предположим, до 10%. И здесь мы начинаем заменять вот эту более калорийную еду. Что здесь мы сделали? Мы заменили более калорийную еду с более высоким гликемическим индексом на менее калорийную еду с более низким гликемическим индексом. Гликемический индекс – это скорость превращения глюкозы, углеводов фактически в глюкозу. Ну и по сути дела есть брокколи, у неё там супернизкий гликемический индекс, много пищевых волокон. Есть ещё такое понятие как степень усвоения. То есть каписта брокколи у вас на 100% не усвоится. Какая-то часть усвоится, какая-то часть не усвоится. Если это сахар, он усвоится на 100%. То есть продукты с более высоким гликемическим индексом, они не только превосходят другие продукты по калорийности, они ещё и по степени усвоения превосходят другие продукты. То есть, если сравнить, предположим, пряники и капусту брокколи, вот взять пряники и капусту брокколи по эквивалентной калорийности. Это будет несколько пряников и килограмм брокколи условно. Если вы съедите вот эти пряники, то вы получите всю стопроцентную калорийность из этих пряников. Если вы съедите капусту брокколи, вы всю эту калорийность не получите, потому что там очень много пищевых волокон. Поэтому считать калории это не всегда оправданно. И новички могут за счет вот этих простых вещей, которые могут тоже влиять на усвоение пищи, совершить некоторые ошибки. Ну типа, один продукт полностью усвоится, другой продукт усвоится частично. И калории, конечно, это не всегда показатель. Я уже рассказывал об этом, приводил примеры различные и разбирал более подробно. Сейчас на этом останавливаться конкретно не будем. Но в целом, мы дошли до рациона ППшника, грубо говоря. И вот здесь мы заменяем снова более калорийные продукты, менее калорийными продуктами. Вот здесь вот у нас, предположим, вместо гречки 50 граммов, мы делаем овощи. В основном это зеленые овощи, богатые клетчаткой, витаминами и самой низкой калорийностью. Те же капусты брокколи, цветные капусты, цветная капуста, да даже обычная белокочанная капуста, какие-то огурцы и так далее. Далее, когда мы забрасываем какую-то часть лишнего веса, мы и макароны можем заменить на овощи. Ну и когда у нас остается 50 граммов овсянки, грубо говоря, на завтрак с яйцами, остальное у нас все белок и овощи. Это самый жесткач, один из последних этапов диеты. И здесь мы, конечно, дожигаем все то, что могли дожечь. То есть, по сути дела, схема корректировки питания у 40% парня будет аналогична схеме корректировки питания 15% парня. Мы постепенно заменяем более калорийные продукты менее калорийными продуктами с более низким гликемическим индексом. Добавляем в рацион больше овощей, снижаем калорийность и движемся к успеху. Постепенно, поэтапно. И секретов здесь на самом деле никаких нет. Что происходит дальше? Когда мы похудели, уже до того момента, которого нам нужно, либо если в случае с 15% парнем, да, он похудеет на таком этапе. То есть, у него изначально было 15%, он пару месяцев на этой диете посидит. И у него там будет уже процентов 12, может быть и меньше. 40% парень, скорее всего, он дойдет там, ну не знаю, до 30%, до 25%, смотря сколько будет сидеть, какой метаболизм, состав тела изначально и так далее. Ну, он скинет какое-то количество веса, но он однозначно не дойдет до того результата, до которого дойдет парень, который изначально был 15%. Это большая ошибка. Вот человек ел, да, пирожки лет 15, у него уже очень большой живот, и он хочет за 3 месяца дойти до кубиков пресса. Ну, не получится, к сожалению. Вот этот парень, да, дойдет. Этот парень, конечно же, вряд ли. И наступает момент, когда вы вот опускаетесь вот до такого момента диеты, когда уже углеводы у вас только на завтрак, остальное, белок, овощи и так далее. И здесь уже находиться на такой диете достаточно сложно и 15% парню, и тем более 40% парню. И здесь что мы делаем? Когда уже прошло там месяц, два, три, да, мы посидели на этой диете, вес у нас уже снижаться перестает, мы уже устали, уже что-то сожгли. Мы постепенно клавишей Ctrl-Z возвращаем макароны на обед и постепенно Ctrl-Z, это если что шаг назад, мы возвращаем гречку на ужин и возвращаемся к рациону ППшника. И по мере добавления углеводов, как правило, если вы здесь не начинаете жестить, добавлять слишком много, как правило, вот вес, который вы скинули, он фиксируется. Ну тоже смотрите, да, то есть может быть для вас там вот этого будет, условно говоря, многовато, да, может быть здесь там оставить в итоге там 30 граммов. Да, предположим. И вот примерно, на самом деле, все это происходит на глаз и здесь вы фиксируете тот вес, который вы скинули и остаетесь в хорошей физической форме. Здесь то же самое, то есть парень, который похудеет с 40% до 20, он не выходит на рацион бутерброды, гамбургера и так далее. Он выходит вот примерно на рацион ППшника, то есть постепенно он добавляет, снижает сначала углеводы до уровня овсянка только на завтрак, потом овощи, белок. И затем постепенно добавляет в свой рацион какие-то сложные углеводы и фиксирует тот результат, которого он добился. Потом отдохнули, можно еще раз жестко урезаться, посидеть там месяц-два, ну в среднем диета где-то месяца два с половиной, три занимает. И в принципе сложного ничего здесь нет. Происходит она, вот у меня очень часто этот вопрос, мне нужен какой-то индивидуальный план питания. Ну что индивидуального в том, чтобы убрать гамбургеры, заменить их гречкой, а потом на последнем плане, на последнем этапе диеты заменить эту гречку на овощи, мне не совсем понятно. То есть здесь не будет такого, что вот этот вот парень питается как-то по диагонали, а вот этот линейно. Абсолютно одинаково заменяются более калорийными продуктами, менее калорийными и все происходит по одним и тем же принципам. Абсолютно. И у нас очень много примеров, когда ребята с совсем разным, абсолютно разным телосложением, абсолютно разным процентом жира и возрастом, кстати, вот Вадиму сколько он начал заниматься в 51 год уже, да. А здесь ребятам, вот Антону 29 лет. То есть совершенно разный возраст, совершенно разные типы телосложения и снижение веса происходит абсолютно одинаково при питании по вот такой классической схеме, которая, кстати, подробно описана в моих полноценных тренировочных курсах, ссылку на которую вы найдете в описании к этому ролику. Поэтому, ребят, здесь все просто, фантастики никакой нет, а по сути дела в этом разобраться каждый может сам. Вопрос тогда, да, вот есть какие-то полноценные тренировочные курсы, в чем фишка и зачем, собственно, да. Просто там поэтапно все расписано, сразу вот разжевано, в рот положено, да, осталось только проглотить. Не нужно ничего выдумывать и искать какую-то информацию, изучать этот вопрос самостоятельно, пробовать ошибаться там и так далее. То есть секретов никаких нет, просто все эти планы питания и программы тренировок, да, которым желательно бы следовать, они изложены простым языком, в простой доступной форме, поэтапно, то есть уже готовая информация, по сути дела, к использованию. Все ссылки вы найдете в описании к этому ролику, там же найдете ссылки на спортивные добавки, которые произвожу под своим брендом, на мой телеграм-канал и другую полезную информацию. Я желаю вам всем катаболизма в жировой ткани, это значит сжигание, и анаболизма в мышечной, это значит рост. Желаю вам всем отличного настроения, качественного состава тела и успехов по жизни. Спасибо за просмотр, ребят. До новых встреч!